В Якутске открылся региональный центр инжиниринга. Он создан на базе технопарка Якутия. Центр должен помочь малому и среднему бизнесу выйти на новые производственные мощности. С подробностями наш корреспондент Александр Лысак. За сложно произносимым названием региональный центр инжиниринга скрывается предприятие, необходимое для субъектов малого и среднего бизнеса в Якутии. Открытие центра вошло в дорожную карту развития республиканского технопарка. Работа над созданием началась еще в прошлом году. Теперь для предпринимателей появилась возможность полноценно реализовывать проекты. Сначала необходимо прийти с идеи в технопарк, затем в инжиниринговый центр. Технопарк все-таки бизнес-инкубатор. Мы, как наш слоган, от идеи к жизни. То есть инжиниринговый центр нацелен, чтобы понимать, для тех, кто уже что-то производит. То есть, кто уже столкнулся с технологическими проблемами, с производственными проблемами. А технопарк – это для тех компаний, которые только пришли и только пытаются создать. Проект реализуется на федеральные и республиканские деньги. Предпринимателям помогают пройти полную технологическую цепочку. От привлечения различных институтов к разработке, до проектирования заводских помещений и сертификации продукции. Отметим, при первом обращении в центр все бесплатно. При последующих визитах цена составляет 20% от общей стоимости услуги. Есть период, так называемая «долина смерти», когда уже есть идея и даже команда, но еще нет средств, нет понимания, как двигаться к реализации идеи. И обычно не все достигают конца этой долины. Кто-то просто бросает дело, кто-то влезает в долги. Вот наша задача – помочь ее преодолеть. В России уже работают более 30 центров инжиниринга. Их методической поддержкой занимается Международный центр. На сегодняшний день его задача – выстроить систему работы между региональными центрами, чтобы они поддерживали друг друга и решали общие вопросы. Очень важно, чтобы мы создавали и в Якутии, и в других регионах России комфортную среду для развития производства. Потому что сейчас наши экономические условия показали, что без производства нет экономики. И мы сейчас понимаем, что чтобы что-то продавать, чем занимается большинство наших бизнесменов, нужно что-то производить. Воспользоваться услугами центра инжиниринга смогут не только резиденты технопарка, но и другие субъекты малого и среднего бизнеса, работающие на территории Якутии. Одним из первых клиентов нового центра станет Айталина Неустроева, руководитель компании «Беге». Предприятие занимается производством лакокрасочной продукции. С 2012 года является резидентом технопарка, то есть с момента открытия. В следующем году компания собирается переезжать. В июле должно завершиться строительство завода на территории индустриального парка «Кангаласы». Открытие центра инжиниринга нам как раз на руку, так сказать. Потому что именно нам нужно проектирование нового завода, именно технологического аудита, технического проектирования. Все это как раз уже идет для развития нашей медленности. Александр Лысак, Дмитрий Сергучев, НВК «Саха», Якутск.